МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации телерадиокомпании Гомель. У студии працуя Светлана Князева. Глядите в этом выпуске. До новых рекордов. Бассейн на шесть дорожек открыли после реконструкции у Гомеля. Зернятка да зернятка. У регионе собрали урожай, який у минулого года отримали за усю уборочную кампанию. С клопотом про самое головное. Все лето в Петрикове з'явится сучасный родильный дом. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Радость чистой воды. Сегодня, после двухгодового перепынку, в Гомельской специализованной детячей юнацкой школе Олимпийского резерва номер 7 открылся бассейн. Подзеют шакали юные плывцы и их тренеры, а так само же хары новобелецкого района. Какие мягчимости з'явятся у спортсменов и коли бассейн почни приймать усіх жадающих, расскажет Марина Джалая. В спортивной школе больше 40 годов. Столько часу не было и серьезного ремонта бассейна. Два года тому стало зрозумело, что объект докладно пора закрывать на реконструкцию. Не вина добрая, або это перспектива отримать сучасный объект. Але куды на этот час з'яваться плывцам, які займаються таким видом спорта профессийно? Это был тяжкий час, делятся тренеры. Для нас это значимая дата, потому что мы два года находились в реконструкции. Нас закрыли все наши дети, наши ученики. И мои тренеры слонялись по городу, в разные школы. Тренировались с ранней подъема, к семи часам ездили на тренировку. Как дети с Севсеного Берецкого района, они ездили со 104-го, с хутора, к семи часам на тренировку. Это долгие переезды, это очень сложно. Детей очень выматывало, учитывая, что в нашем виде спорта у нас двухразовые тренировки. И возвращались иногда, они уходили в 5.30, вставали и приходили домой иногда в 7 часов вечера. Это был измерительный труд, и для нас это большое событие. И мы начинаем ценить, когда возвращаемся в наши родные стены. Дальше, дякую новую инфраструктуру, в бассейне можно будет проводить с поборницей республиканского масштаба. Такой махчимости ранее не было. Засталось дообстолевать объект, например, разместить электронное табло. Але уже и зараз тут зроблено достатково шмат. На реконструкцию было выдатковано свыше миллиона рублей. Очень качественный современный дизайн получился, светлый, хороший бассейн. Тонированные стекла с электроприводом, современная вытяжка, современные тумбочки, которые качественно позволят нашим спортсменам проводить полный учебно-тренировочный процесс. То есть все сделано для того, чтобы это был современный спортивный бассейн, чаши. Ну и это оправдывает надежды, как первые отзывы и тренеров, и детей, что они не ожидали увидеть такую красоту. И они в восторге, что бассейн получился такой уютный, светлый, который несет тепло и заряд новой энергии. Спортивная школа, вядомая, как было место тренировок наших ознакомитых оплывца Евгена Цуркина. Улику выпускников еще целая плеяда юных и девочек, которые прославили регион на международной спортивной арене. Зараз тут займаются коля 200 детей под керовництвом шести тренеров. Реконструкция бассейна – махчимость растить новых чемпионов. Стала добрая традиция у нас в этом году открывать спортивные объекты, в частности бассейн. Буквально 3 июля мы открыли бассейн, не только бассейн, а спортивный комплекс на улице Портовой. Сегодня мы открываем торжественно долгожданный объект, который два года находился на капитальном ремонте бассейна Ленинградской. Это будет приятным, не то что подарком, но мы, в принципе, и должны были это сделать для жителей, прежде всего, Новобелецкого района и непосредственно спортивной школы, потому что спортивная школа данная обладает определенными результатами, которыми мы можем гордиться. У верости бассейн почне примать всех жадающих, а юные плывцы нареште смогут тренироваться у родной спортивной школе. На черзе ремонт еще одного объекта, открытия якого с великой нетерпливостью чекают в Советском районе. В ближайшие два года реконструкция будет проведена в бассейне «Дельфин». Марина Джала, Александр Харламбов, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня на Гомельщине собрали 692 тысячу тонн сборжа. Миновиты такие урожай был собран в регионе в минулом году за всю уборочную кампанию. При этом средняя урожайность селета на 30% первой шая леташнюю. Какие намолоты чекают в этом году, и как господарки мкнутся забеспечить добрый урожай наступным, высветляли наши корреспонденты. Зараз за день господарки Гомельской области намолочивают до 30 тысяч тонн сборжа. По прогнозам областного комитета по сельской господарции и харшаванни, селета урожай сборжевых повинен скласти около 230 тысяч, прикладно на треть больше леташнего. По состоянию на сегодня мы уже убрали 72% всех площадей, намолотили 692 тысячи тонн. Это уровень прошлого года, мы уже перешагнули эту грань. Среди всех районов можно выделить ряд, которые перешагнули уже цифру 90%. Это наш Гомельский, Добрушский район, Мозырский район. Кроме того, у нас по урожайности тоже можно выделить ряд районов, которые работают с урожайностью более 30 центнеров. У Добрушским районе ж него планует полностью завершить завтра, одним из первых на Гомельщине. Як и усюда, а гульна районы намолот больше леташнего. Тепер задача аграрии – провести на высокем узровне сяубу азимых. Урожай наступного года у значной ступени будет залежить не только от климатичных умов, але и от якости насения. У районной державной инспекции по насеневодству, карантине и охове рослин доследует весь посадочный материал. Кажут, что по кольц господарок не привозили ни одной парты из Божия, якое было бы непридатно для сяубы. Добрые урожаи этого года тут так само связывают не у опошнюю чаргу с якостью насения. Причем 60 тысяч тонн зерни высокой якости для района селиты отримали за сродки областного бюджета. По репродукционному составу. Первый репродукция у нас 30%, второй – 50%. Остальное уже планируем закупить минимум 320 тонн элиты. Мы уже с этим вопросом работаем непосредственно и в Гомельской области, уже есть места, где мы будем приобретать, и в Минской. И такие личбы. Зараз на Гомельщине 13% азимых и 17% яровых культур сеют элитным насеннем. И хоть это выше установлено Галиновым министерством 10%, долю посевного материала высокой якости у регионе будут повеличивать. Александр Лупиненко, Валера Игапанько, телерадио «Компания» Гомель. Веншавание для лепших працевников. У Октябрьским районе ушановали тысячников хлеборобов сельгаз-продприемства «Дербин». Лепшим стал молодежный экипаж комбайнера у Вадима Кудренки и Юры Агрынева. Тысячу тонн от комбайна уперовез и водитель этой господарки Анатоль Цюрко. Працевники отримали веншавание и подарунки от старшинира и выконкама Анатолия Барановского, керавництва предприемства «Дербин», Белорусского союза «Жанчин» и БРСМ. Остаршиня правления Гомельского областного объединения Белорусского фонду «Миру» Тимофей Глушаков, який так само присутничав на церемонии, уручил переможцам сертификаты на 300 рублев. Самое приемное прогучало подчас мероприемства, что тысячниками стал молодежный экипаж. И это не глядя на тое, что на дворье подчас уборочное не самое комфортное. А лес, пякоты и ветер, який уздымал пешчаные вихоры, не стали перешкодой для зладженной работы команды. Сегодня в Беларуси четвертый день до терминового голосования. По опошнях дадзинах у нашей области больше, как 30% выборщиков уже отдали голос за своего кандидата. И это самый высокий показчик по краине. Многие на участки приходят целыми семьями. Павел Михно протягнет тему. У выборщиков, которые ожидают проголосовать датарминовое, такая махчимость есть до субботы уключна. По водле известных центров выборкам, у первые три дня датарминового голосования явка у целом по краине склала 22,5%. Головная политическая падзея краины никого не покидая Абыяковым, но ее семьи приходят на выборчие участки в полном составе. У их лику из жихары Гоменского района, у дельники сельско-господарчика проекта Уладар села, Виктор и Валерия Шипковы и их четверо детей. «Выборы для нас, в первую очередь, это можно назвать семейным праздником, потому что сложилась такая традиция, что ходим голосовать всей семьей. Вот мама у нас в городе зарегистрирована, я в деревне. Ну вот у нас, можно сказать, два праздника. Вчера был один и сегодня второй. Ну, выборы – это, в первую очередь, ответственный выбор, потому что ты всегда голосуешь за определенного человека, на которого возлагаешь определенные надежды». Активная, матанакерованная, творчая. Такой же харку поколюбящую Надею Никитину ведают и в семейном Крузе, и на праце, в Ляличном театре. На выборчий участок переможца конкурса «Жанчина года-2019» пришла разом с двумя дочками. Мать из раннего взрослого выховывая у детей активную громадянскую позицию. «Я считаю, что каждый житель нашей страны, имеющий на это право, должен проявлять свою активную жизненную позицию. Не сидеть на диване, не откладывать это на потом. Считаю, что созданы все условия для любого желающего, имеющего на это право, прийти и проголосовать. Мы пришли на досрочное голосование, потому что в эти выходные день рождения у моих дочерей, у Эли и Алисы. Им исполняется 14 лет, вот уже через 4 года и они придут голосовать. Эти выходные мы хотим провести в кругу семьи, а проявлять свою позицию все-таки хочется и нужно, поэтому мы пришли досрочно». Удел у детерминовом голосовании можно принять на тех же умовах, что и у основный день. Нагадаем, участки открыты с 10 до 14, а так само с 16 до 19 годин. Павел Михно, Игорь Марышенко, Телерадиокомпания «Гомель». Примаять удел у детерминовым голосовании и самые поважанные грамадяне – ветераны Великой Айшиной войны. Гомельшанин Михаил Лягчылкин у свои 94 годы застаётся активным и цікавится житём краины. Клопотятся про будущее нюродимы и ее молодого поколения. Ветераны, как никто инше ведают, какие наступства тягнуть за собой конфликты, и как тяжко после вернуться до нормального життя. Кажа, богатый опыт допомог зарабить свой выбор. Президент страны – это глава государства. Он должен быть рамотный, справедливый, честный от нашей людей. Ну и способный управлять мирное время, чтобы у нас работала промышленность, сельскохозяйство, чтобы люди жили хорошо. И в случае войны президент должен руководить защитой нашего государства белорусского. Вот такой должен быть предел. Как поведомили члены комиссии, за три дни до терминового голосования на выборчем участку номер 43 в Белорусском гандлево-экономичном университете с поживецкой кооперацией проголосовало 329 человек. Депутат Палаты представников Вольга Крэш сегодня приняла удел у программы «Открытая студия» у эфира Радио Гомель+. Она отказала на питание слухачев и рассказала об своей депутатской деятельности. Этот день был вельми насыщенным. Вольга Крэш поделилась уражениями от послания президента Беларуси до народа и национального сходу. Рассказала про инициативу, за которой звернулася до старшині Гомельска-Габлова-Канкама Геннадзя Соловья. Губернатор поднимал идею по створенню у Новобелецком районе новой зоны для отпочинку. На территории у 13 гектаров з'явится экологичный парк. А кроме того, Вольга Крэш зробила свой выбор под час детерминового голосования за президента Республики Беларусь. Я как мама, как женщина и как врач-педиатр выступаю за жизнь и здоровье наших детей. Я очень хорошо, как врач, понимаю, что значит сохранить жизнь, что значит восстановить здоровье и сколько требуется сил на это восстановление. А потерять можно очень быстро. Поэтому я за спокойствие и стабильность, я за честность и порядочность. Мы должны беречь то, что у нас есть. Мы должны беречь тот свет, то тепло нашей страны, которое мы имеем на сегодняшний день. Поэтому я призываю всех беречь себя, своих близких, своих детей прежде всего. До конца этого года в Петрикове будет открытый родильный дом. В любом случае, именно этот термин предусмотрен проектом, который сейчас реализуется в районной больнице. Будовлю наведали наши корреспонденты. Для того, чтобы увидеть в Петрикове мать с детальными колясками, долгое время не нужно. Эту картину можно наповно назвать визитной карткой города. Все лета народженность тут выросла на 22%. Причин несколько, але найбольшь значное – жилёвое будовництво. У сувязи с худким открытём Петриковского горно-богачального комбината у городе навыц з'явится новый микрорайон. Сучасное отделение для женщин у такой ситуации житёвая необходность. У вугуле акушерско-гинекологичный корпус у районной больницы был и раней, але омаль 30-ти годовый будынок уже не отповядал сучасным потребованиям. Процессы казанья медицинской допомоги не спынили. Пациенток подчас капитального ремонта приймают у іншим будынку. Госпитализируются все женщины. Никому мы не отказываем от оказания медицинской помощи гинекологической и акушерской. Процесс не останавливается. Женщины переведены в хирургическое отделение нашей больницы. Медицинское оборудование там всё в наличии, имеется. Как для оказания и экстренной помощи, в том числе и хирургической. От старого будынка засталися только под мурок и стены, але и их узмаснили. Плюс провели новые коммуникации. У модернизованном отделении будет установлена новая обстановление. Ранее у темлеку по технических причинах его эксплуатация была немогчимой. Это створало шмат незручностей. Роды у жахарок Петриковского района принимали у Мазиры и Гомелли. На машине худкой допомоги это година у дорозе. Додатковые нагрузки петриковские медики не боятся. Кажутся, есть и могчимости, и необходимая квалификация. Тем больше, что и сами женщины до властного здоровья пошли ставиться больше отказно. Это у темлеку и выник профилактичной работы массовых специалистов. Женщины более грамотные стали. Они получают больше информации, в том числе и от нас, и из источников массовой информации, естественно. Помимо этого, я думаю, что работает вот эта вот система диспансеризации, которая вынуждает женщин раз хотя бы в год поступать и приходить к нам, дабы мы могли оценить состояние здоровья, провести профилактические мероприятия, определенные беседы, подготовиться к беременности. То есть на данном этапе, даже если сравнить вот за последние 10 лет, я думаю, что даже видим мы, что женщины намного более трепетно относятся к своему здоровью. Аликсин Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания Гомель, Спетрикова. У житти шмадзетных семей одно из самых значных пытаний – жилевые. Задача уладов – допомогать батькам створать комфортные умовы для себе и своих детей. Способов – множество. Субсидирование индивидуального обудовництва у заведения шмадкватерных жилля допомога у реконструкции домов. Як же цявляется державная поддержка шмадзетных семья у Рогачевским районе ведает Миколай Скентиян. У семьи Иваншиковых за храгородка Поболова пятеро маленьких детей. Зусим худко у их жития отбудется важная падея – переезд у новый утульный дом. Жиле амаль готовое застались адробези. Процтовники мясовой улады веншуют семью с початком красиво давно хотели свой дом мечта сбывась ну скорей бы заселиться. Будовництва протягивалася каля по угоду. 112 квадратных метров 5 покоев электричное отцепление центральное водозабеспечение и канализация усе необходные умовы для великой семьи. Про это грошовое питание батьков зусим не тревожить. Сгодно указу президента сельская семья у якой от шторых неполнолетних детей может фактично бесплатно побудовать жилье. Заржавная допомога продугледжевая полное погажение запазычности по кредите за побудованный дом. Иванчиковы выкористали такую умахчимость. Это не только допомога шмадзетной семье, но и добрый стимул жить и развиваться миновито тут у агрогородку. Для того, чтобы построить такой красивый, уютный, благоустроенный дом нужно проживать в сельской местности. Даже если взять для сравнения при расчете субсидий. Если строить в городе, то это получается 20 метров квадратных на человека и стоимостью 817 рублей. Если строить в сельской местности, то это получается 30 метров квадратных и со стоимостью 940 рублей. А кроме Иванчиковы, этим летом подобные домы побудовали три семьи у агрогородку Заболотце и одна увезцы в остров. Все лета в Рогачевском районе свои жильевые умовы полепшат коля 120 семьях. Миколай Скинтиян, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель». Это и другие новины и информации о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете знайти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершенный. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Анна Крайчук. Здравствуйте. По факту убийства 29-летней жительницы Добружского района возбуждено уголовное дело. Обвиняемый заключен под стражу. Напомним, преступление совершено в ночь с 31 июля на 1 августа в Агрогородке Корма. По подозрению в убийстве женщины задержан ее 38-летний сожитель. Во время допроса мужчина дал признательные показания и сообщил, что в состоянии алкогольного опьянения во время вспышки гнева он нанес женщине множественные удары по различным частям тела. Следователи провели проверку показаний на месте. Назначен ряд экспертиз. Мужчине предъявлено обвинение. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. В городском поселке Корма произошел пожар жилого дома. Хозяин погиб. Его обгоревшее тело было обнаружено на полу на веранде здания. Огонь повредил кровлю, стены и имущество в деревянном доме. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем. Аналогичная причина пожара и в деревне Гажин Наравлянского района. Там также горел жилой деревянный дом. Обошлось без пострадавших. Уничтожена кровля, повреждены стены и имущество. Еще один жилой дом горел в деревне Сетники Речицкого района. В кирпичном двухэтажном здании уничтожено кровля и имущество. Никто не пострадал. Рассматривается версия нарушения противопожарных требований при проведении огневых работ. Поджог стал вероятной причиной возгорания в деревянной постройке в Гомеле. Огонь повредил кровлю, стены, имущество внутри сарая и деревянный забор. Еще один пожар спасатели ликвидировали в промышленном секторе. В областном центре по улице Барыкина зафиксировано возгорание в Сладском помещении. Когда сотрудники МЧС прибыли к месту вызова, в здании наблюдалось сильное задымление. Людей внутри не было, а все помещения склада были закрыты. Огонь повредил кровлю и потолочное перекрытие, а также стоявший рядом автомобиль. Причиной происшествия устанавливается основная версия нарушения правил монтажа и устройства электросетей и электрооборудования. В Ветковском районе пьяная компания на авто протаранила два забора и врезалась в столб. ДТП произошло в агрогородке Присно Ветковского района. Ехавший на большой скорости автомобиль-такси прорвал ограждение из цепей, сбил столб и наехал на школьный забор. На место прибыли спасатели и помогли вызволить людей из авто. Пассажиров мужчину и женщину доставили в медучреждение для осмотра. Молодой человек 1996 года рождения управлял автомобилем-такси с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского осветительствования отказался. В отношении водителя составлено два административных протокола для совершения дорожно-транспортного происшествия и управления транспортным средством в нетрезвом виде. ДТП пострадавших нет. Сегодня в областном центре по улице Ильича зарегистрировано ДТП с участием мотоцикла. Столкновение произошло около остановки улицы 9 мая примерно в 11 утра. Девушка, управляя автомобилем «Шевроле», столкнулась с мотоциклом. Водитель двухколесного транспортного средства после осмотра врачами был отпущен домой. Госпитализация не потребовалась. Гомельская пограничная группа информирует на стрельбище «Борщевка» в войсковой части 12-42 будут проводиться учения. Стрельбы запланированы на периоды с 10-го по 14-е, с 17-го по 21-е, с 24-го по 28-е и 31-го августа. Время с 10-ти до 20-ти часов. Объект расположен вблизи населенных пунктов Якимовка, Чижовка и Борщевка. Во избежание несчастных случаев не приближайтесь к стрельбищу и не заходите за рубеж, обозначенный указателями на местности. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомель и Жлобинский и Металлург одержали победы в первом туре группового этапа Кубка Руслана Салея. Рыси на домашнем льду были сильнее Витебска. Уже в первом периоде Скоринов, Сергеевский и Камбович создали комфортное для хозяев преимущество. На старте третьего периода Скоринов оформил дубль и установил окончательный счет в матче 4-0. Следующий соперник Гомельчан Барановический авиатор, сумевший потрепать нервы Жлобинским Столиваром. Металлург вырвал победу лишь в овертайме. Решающий бросок на счету Полищука 5-4. Завтра Жлобинчане на выезде не играют с Брестом. Хокейный клуб Гомель занял третье место на чемпионате Беларуси по хоккею на траве обыграв Минск Рцоп. После двух побед Гомельчан на своем поле серия за бронзу переехала в Минск. В третьем матче удача также благоволила хозяевам. Столичные хоккеисты победили в серии буллитов и сократили отставание в серии. В четвертом матче также состоявшемся в Минске Гомель, уступая 0-1 смог отыграться и вырвать победу и примерить бронзовые награды национального чемпионата. Чемпионом страны стал Минск, одолевший брестский строитель. Гомель выиграл первый из трех запланированных товарищеских матчей у минского «Витязя». После первого тайма преимущество подопечных Андрея Мочилова составляло три гола 14-11. После перерыва гомельчане начали наращивать отрыв, который к финальной серии не состоял девять мячей. Игровое время в этой встрече получили все гонбалисты, имеющиеся в распоряжении гомельского главкома. Больше всех в плане результативности постарался Максим Красовский. Шесть взятий ворот соперника. Давно не играли, и поэтому такая немножко нервозность, немножко неуверенность чувствуется, но я думаю, это может еще из-за того, что некоторые игроки новые, где-то чуть-чуть несыгранность. Ну, так, в принципе, нормально, то есть потихонечку вкатываемся. В гомеле соперники сыграют между собой еще дважды. В рядах белорусского десанта в запорожском моторе пополнение контракт с лидером украинского клубного гонбола подписал гомельчанин Андрей Климовец. До этого 18-летний полусредний защищал цвета гомеля. Соглашение рассчитано на три года. В составе мотора выступает еще один уроженец нашего областного центра галкипер Иван Мороз. Также в рядах чемпиона Украины белорусы Борис Пуховский, Максим Бабичев и Вячеслав Бохан. В гомеле на стадионе «Луч» сегодня стартовало первенство области по пляжному волейболу и состязаются спортсмены в возрасте 17 лет и моложе. Заявки состязаний пара из Гомеля, Мозыря и Жлобина. Завтра на первенстве пройдут решающие встречи. Победители будут представлять регион на республиканском первенстве, которое с 19 по 21 августа пройдет на этих же площадках. Гомельчане, как всегда, в числе фаворитов. В прошлом году команда заняла первое место, поэтому я думаю, что в этом году результат будет в призах. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.